Здравствуйте! На библийском портале «Экзогет» мы продолжаем беседы о важных и трудных местах священного Писания и в прошлый раз толковали о прологе, то есть первых стихах Евангелия Атеана. Сегодня продолжим эту тему. В прошлой беседе мы остановились на 9 стихе. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Это сказано о Христе. Мы отметили тогда, что в текстах Петхого Совета, как и в богослужениях православной церкви, видение света употребляется встрече с Богом. Исайя, пророк, говорит так. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, свет для язычников». Так в 42 главе Исайи. И таким же образом, когда Иоанн говорит всякого человека, приходящего в мир, он утверждает грядущее просвещение язычников светом, Христом Иисусом, через признание которого преодолевается разделение людей, как у апостола Павла сказано в послании к Колосинам, «Нет ни Эллина, ни Иудея, но всё и во всём Христос». И повторяется это же в молитве Семёна Богоприимца, узнавшего в младенце Иисусе свет во откровении языков. Дальше мы читаем в 10-м стихе пролога. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришёл к своим, и свои его не приняли». Гимн Логосу, творящий при мудрости Божией, подытоживается словами, которые так похожи на слова Гераклита, так сокрушённо сказанные этим мудрецом. Он проповедовал ведь Гераклит в том же Эфесе, где через 500 лет с лишним после Гераклита проповедовал апостол Иоанн. «Люди не понимают этого Логоса, хотя он вечен, хотя всё происходит в согласии с Логосом, люди не знают его». Также и в литературе при мудрости есть такие строчки в книге Еноха. «Премудрость не нашла места, где она могла бы вселиться». О том, что мир, сотворённый Богом, сам собой удостоверяет величие Творца, и люди должны были бы знать Бога, апостол Павел говорит так, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они бессответны. Это в первой главе послания к римлянам. Трагедия человечества в том, что оно не ищет Бога. Во всех языческих культах духовное зрение не простиралось дальше физического, и присутствие большинства представлялось в пределах видимой природы. Разве что редкие, соотрицатели, философы, как упомянутый Гераклит или Платон, учили о надмирном бытии Логоса. Но в небоязыческое общество явился Христос. Он пришёл к своим, а точнее было бы перевести эти слова, пришёл к себе, в свой дом. И тут, в своём доме, он не просто не узнан, как в языческом мире не познан истинный Творец, но страшнее, не принят, отвержен. Тот, кто как отец открывал себя избранному народу. Ведь он пришёл не к кремлинам, не к индийцам, а в Палестину, к народу, которого многие столетия готовил к встрече. Об этой ожидаемой встрече ещё пророк Исаия говорит так. «Восстань, святись Иерусалимом, пришёл день твой, и слава Господня взошла над тобою, и я прославлю дом славы моей». Так, в 60-й главе книги Исаии. И вот место прославления – отвержение. Не все, однако, отвергли. Не многие приняли. Приняли в сердце, как принимают в дом дорогого гостя, которого узнали, иначе говоря, поверили. Тайна веры необъяснима. Но действию очевидно. Человек становится другим. Родиться заново. В самом буквальном смысле слова. Я думаю, это знакомо многим из вас по собственному опыту. Иоанн говорит об этом так. «От тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Рождение от Бога подтверждается Христом и Иисусом. И когда он учит апостолов обращаться к Богу в молитве, как к отцу. Слово «власть» – экзесия, имеющее много значений, здесь, вернее, понимать, как право, преимущество. Если вспомним притчу о брачном пире, то как избранничество. Весь народ израильский был призван к встрече с Богом, воспитан в ожидании встречи. Например, во Второй законе, в 14 главе, так сказано, «Вы сыны Господа Бога вашего, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов на земле». Но нельзя быть чадом только силой закона. Родство возникает силой взаимности, силой доверия и верности. В эти отношения с Богом человек может вступить только через Иисуса Христа. Новое рождение противопоставляется физическому, и оно столь же конкретно и также действенное. Иоанн не однажды употребляет отворожение. Например, в Первом послании апостол Иоанн говорит, «Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, ибо семя его пребывает в нём». Или тоже в Первом послании, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён». «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём». Так тоже говорит эвенгелист Иоанн в своём Евангелии в третьей главе. Почему гнев Божий в ответ на неверие человека? Потому что человек, и прежде всего, в той цивилизации, которой было дано откровение, не должен забывать о божественном образе, какой он носит в себе. Подумно тому, как сын не должен забывать о кровной связи со своим отцом. Для него, естественно, любить отца и всегда узнавать его. Не узнать Бога в Иисусе, отказаться от общения с Ним и не поверить, что Он и Отец одно, значит отказаться от рождения в жизнь вечную, остаться во временном существовании и перейти в гибель. Для иудеев было чрезвычайным преткновением, то есть затруднением, факт воплощения Бога. Они как будто бы верили в единого Бога, чтили закон и при этом не ждали встречи лицом к лицу. Но вот она состоялась. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн подчеркивает, что Иисус из Назарета, явившийся в реальную человеческую историю и логос философии, то есть пребудрость Божьей в библейской традиции, это одно. Это неразрешимый парадокс, или, как говорит апостол Павел, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость». Так говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам. Обратим внимание на важное совпадение смысла слов в послании апостолу Павла и в прологии Евангелия Иоанна. Призванные иудеи ли, эллины ли, это те, кто по апостолу Иоанну от Бога родились, и они поверили, что Иисус есть Мессия, то есть помазанник Христос. Он воплощенная премудрость Божия. Логос по Иоанну. Иоанн подчеркивает его человеческую природу. Слово стало плотью. Саркс – плоть. Это человеческая природа в целом, единство разумной души и физического тела. И обитало с нами, так по терриндальному переводу, а по-гречески «кай эксеносен ханамин», то есть «ацкиния», слово, то есть палатка, буквально значит «вселился в нас». Тут сказано тоже, что в послании апостола Павла к Коринфянам «Вы – храм Божий, и Дух Божий живёт в вас, как в храме, как в скинии». Так в первом послании Коринфянам. В петхозаветной традиции «Скиния» – символ божественного присутствия. Важно напомнить стих из 84-го псалма. «Так близ, как боящимся его спасения его, чтобы обитала слава в земле нашей». И апостол Павла. «И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». Апостол Иоанн. Здесь следует обратить внимание на понятие «слава». В греческих текстах это означает честь, прославление. В библейском языке она относится к божественному присутствию. «Славу, как единородного от Отца». Иначе говоря, «славу, как у единственных сын, получает от Отца». Таким образом, Иоанн утверждает, что в Иисусе они видели истинного Бога, в Нем образ Отца. «Во Христе полнота благодати и истины». «Благодать» – «Харис» означает здесь любовь, милость. И сам Иисус говорит о себе, что Он есть истина. Снова вспоминается пророчество псалмопевца Давида. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзается». В этом совершенная новизна неведомой античной мудрости не библейской Божьей. Божественная любовь и истина являются в человеческой плоти Христа Иисуса. С этих порного пути, чтобы понять Бога, нет только через Христа, который и есть путь, истина и жизнь. В первом послании апостол Иоанн утверждает, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста». Теперь не закон оправдывает человека пред Богом. Благодать не в законе, данном через посредника Моисея. Она подается непосредственно от полноты божества через креста Иисуса. В заключение пролога Иоанн повторяет фундаментальный принцип иудаизма. «Бога не видел никто никогда». Так книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, содержит такие слова. «Кто видел его и объяснит? И кто прославит Бога, как он есть?» Это в 43 главе книги Сирахова. Апостол Иоанн отвечает. «Единородный сын», то есть единственный рожденный, он открыл, объяснил. «Сущий в недре», причастие «Он», «сущий», означает вечное, сверхвременное существование, свойственное только Богу. Таким образом, Иисус своим присутствием являет Бога в греческом тексте «Экзегесото», то есть объяснил. Этот последний стих пролога указывает на все содержание Евангелия, разъяснение или откровение миру Бога во Христе Иисусе. Собственно, не только Евангелие апостолов, но и весь закон и пророки свидетельствует о нем, как сказал сам Спаситель Луке и Клеопе на пути в Обмаус. На этом кончим сегодня и продолжим в следующий раз. До встречи! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok